Австрия. Германия, это ты уткнулся дом в конную статую? Ну и болван, крикнули сверху каменным голосом. Австрия, неуч! Австрия, задрал голову дом. А где же Германия? Проскочил недотепом, прогромыхал памятник. Всадник на коне был с роскошными бакенбардами, усами, со шпагой на боку и широченными галифе, вставленными в сапоги со шпорами. Каменный конь перебирал копытами, мотал головой и фыркал. Дом так и замер. Ты кто? Спросил дом. Вильгельм сказал памятник. А ты? Дом. Сказал дом. Нравлюсь? Сказал Вильгельм и закрутил левый ус. Ага, сказал дом. Ты тоже ничего, сказал памятник. Прогуляемся? Ага, сказал дом и от смущения стал, как кремлевская стена и ноги обмякли. А что с ногами-то? Спросил памятник. Да ничего, устали с дороги немного и все. Ясно, сказал Вильгельм. Сапоги носить надо. Видишь, как у меня есть голландская кожа. Без сносу. Я в них всю жизнь провивал. И как новенькие. Ага, вздохнул дом. Что ага, закрутил лусь Вильгельм. За меня семь принцесс голубой крови сватали. Восемь розовой. Но я ни в какую. Я эти матримониальные браки не признаю. Мне настоящую любовь подавай, чтобы на всю жизнь не умереть в один день. Ага, вздохнули разум женщина в доме, хотя многие и засомневались. Так дом с памятником и прохаживались по Вене под ручку. Туда-сюда разговаривали. Прохожие шарахались и не мудрено. Слева Вильгельм каменный топает и шпагой по фасадам трется. Справа дом. Не очень-то привычно. Заторы из зевак образовывались. Какая прекрасная погода, Минхерц, оправлял Френч Вильгельм. Ни одна поганая ворона мне сегодня на голову не нагадила. Не могу похвастаться тем, что вздыхал дом. Тебе все к лицу говорил Вильгельм, и каменной перчаткой стряхивал птичий помет с крыши дома. Господи, хорошо-то как? Влюбленно смотрел дом на Вильгельма. Ты у меня один такой на свете. Неа, сказал Вильгельм и хлопнул в ладоши. Мы в Симинхерц от тебя без ума. И тут с окрестных улиц и площадей стали подтягиваться памятники. Вильгельм на коне, Вильгельм в кресле и бюсты тоже Вильгельма. Как это? У дома от неожиданности подогнулись ноги. Сколько же вас? Триста шестьдесят пять с хвостиком, кивнул Вильгельм. Большая любовь способна на все. Время шло. А тут сворачивает дом с Вильгельмом в переулок и... Ба! Стоит! Вильгельм так и замер. И остальные Вильгельмы тоже. И дом оторопел. Вроде и дом, но на крыше деревья растут. Весь в маковках, а еще кривобокий. Ни одного окна одинакового. И весь в керамической плитке, как ванная комната. Не пойми кто. Вот ужас-то, подумал дом. Ох и красотища! Выдохнул Вильгельм. Ты кто? Известно кто. Кокетничал. Не пойми кто. Дом Хундертвассера. А ты? Вильгельм я? Громахнул с себя в каменную грудь каменной рукавицы. Вильгельм. Вилюша. Пытался отвлечь памятник дом. Да посмотри, у этого-то и ног-то нет. Стоит стоймя, как распоследний пень. Зато какой фасад Минхерца. О окошке, о плиточке, о маковке. Любовно стонал Вильгельм. А вот я как могу. Пошел дом по кругу с притопом да прихлопом. Я еще и брейк-данс могу. И тут бац! На балкон дома выходит Просковья Германовна со своим попугаем на плече. Вильгельм как увидел попугая, так и замер. И попугай как окаменел. Как же так, переводил взгляд Вильгельм с попугая на дом Хундертвассера. Глаз не оторвать у того маковки на крыше. У этого перья на башке не выбрать. И остальные 365 Вильгельмов с хвостиком влюбленными башками крутят. Попугая так не отдам, насупилась Просковья Германовна. Идет только в комплекте. В комплекте так в комплекте вздохнул Вильгельм. И не успел дома оглянуться, как каменный Вильгельм с маковкой Хундертвассера под мышкой на коне взгромоздился. И сзади Просковья Германовна с попугаем на плече. Ауфидер Зейн Минхерц махнул каменной рукавицей памятник дому. Сердцу не прикажешь. И лошадь пошла голопом, и за ней в припрыжку все эти влюбленные памятники. Вот как, подумал дом, и рыдая пошел, куда глаза глядят. И все женщины Австрии, провожая дом взглядом, разом прослезились и разом сказали своим мужчинам. Господи, фриц, какая любовь! А на какие жертвы пойдешь ради любви ты, мой милый фриц? И отказались готовить ужин. И мужья легли спать голодными, размышляя над этим непростым вопросом. А дом шел-шел и снова подошел к границе. Субтитры создавал DimaTorzok